Сегодня в Иерусалиме прошла акция представителей израильского ЛГБТ-сообщества. Они пришли к резиденции президента Израиля Шимона Переса, принимавшего у себя журналистов из стран бывшего СССР. Возмущение защитников однополой любви вызвал тот факт, что делегацию возглавлял, как его называют на Западе, главный гомофоб России, журналист Дмитрий Киселев, не так давно предложивший сжигать сердца геев. Елизавета Розовская расскажет, почему диалога не получилась ни у гомосексуалистов с Киселевым, ни у Киселева с Пересом. Протест партии Меретс против встречи президента Переса с Дмитрием Киселевым результата не возымел. Человек, ставший у руля российской пропагандистской машины, а заодно возглавивший клуб главредов, к Пересу явился на правах первого среди равных. Первый же вопрос, заданный Киселевым израильскому президенту, привел к недоразумению. Насколько я знаю, сейчас по действующему законодательству в Израиле Гейм запрещено донорство крови органов, будь то сердца, почка или печени. В Израиле нет такого запрета. У нас гомосексуалисты и лесбиянки тоже могут усыновлять детей. Гомосексуалисты и лесбиянки тоже могут усыновлять детей. Пока Киселев допытывался у Переса, какие же меры в Израиле принимают против гомосексуалистов, небольшая, но сплоченная группа активистов партии Меретс и ЛГБТ-общины пикетировала против самого Киселева. Мы пришли выразить свой протест перед визитом в Израиль журналиста Дмитрия Киселева, который известен своими гомофобными высказываниями. Мы хотим сказать ему, что здесь в Израиле это неприемлемо, здесь не принимают такие взгляды, таких людей. Киселев был осведомлен о проведении пикета. Российские журналисты поспешно сели в автобус и покинули резиденцию Переса быстро и почти незаметно. Новое информационное агентство «Россия сегодня», возглавляемое Дмитрием Киселевым, должно убедить мир в том, что у России добрые намерения. Израильская ЛГБТ-община не верит ни в добрые намерения Киселева, ни в добрые намерения России вообще. Приезд главного российского пропагандиста к израильскому президенту очередной повод об этом напомнить. Уже после встречи с Пересом в полумраке гостиничного холла координатор клуба главредов Захар Виноградов подтвердил, что солидарен с генеральной линией российских законодателей и своего коллеги Дмитрия Киселева в отношении людей, которые любят не так, как должно. Запрет на пропаганду гомосексуализма не противоречит представлениям журналиста о свободе слова. Знаете, бывают вот такие ситуации, когда говорят, вот государство там принимает какое-то решение или закон, оно противоречит моему внутреннему. Вот в данной ситуации этот как раз тот закон, один из многих законов, ну во всяком случае этот, он абсолютно не противоречит моему внутреннему чувству. Информация Киселева о донорстве в Израиле ошибочна, но лишь отчасти. Донором органов в Израиле может стать любой человек. Сердцами у нас не разбрасываются. А вот по поводу донорства крови Киселев прав. Есть несколько категорий людей, в том числе репатрианты из Эфиопии и мужчины, занимавшиеся сексом с мужчинами, у которых донорскую кровь не принимают. Так как, по мнению Минздрава, эти люди находятся в группе риска заболевания с ПИДом. Здесь написано, что они сжигают наши сердца, что мы не можем быть донорами. И я считаю, что те группы, которые наиболее заметны, их наиболее дискриминируют. И там, и здесь. Поэтому мы за солидарность с группой, с ЛГБТ-группой в России. Формально в Израиле дискриминации геев нет. Почти как секса в Советском Союзе. На деле нельзя сказать, что израильским ЛГБТ только и осталось бороться, что с далеким Киселевым. Когда мир пройдет, Киселев всем на глаз рет. Елизавета Разовская, Борис Беленкин, РТВА, Иерусалим.